Всем привет! Я городсмейстер Карина Амбарцумова и в этом видео я разберу дебют Сокольского за черных. Этот дебют применяется не очень часто на высоком уровне, но на прошлой неделе в финальной партии титулованного вторника его применил Ян Непомнящий. Ян играла против Матюса Блюбаума и белому не удалось получить перевес или уравнять по дебюту, потому что черные очень четко отреагировали и мы сейчас посмотрим как нужно играть черным против первого хода Б4. Б4, дебют Сокольского, но идея этого хода в том, чтобы быстрее развить слона на Б2, атакуя центр и атакуя по диагонали А1, Н8, в то же время черные-белые ходом Б4 пытаются занять пространство на ферзевом фланге. Е5 самый принципиальный ответ, так как белые за центр не борются, черным логично центр занимать, слон Б2 и теперь слон атакует центральную пешку на Е5. Здесь есть несколько разных продолжений, ну и посмотрим самое принципиальное и, на мой взгляд, самое точное. Слон Б4. Казалось бы, для черных это должно быть не так хорошо, потому что черный меняет центральную пешку Е5 на крайнюю пешку Б4, но на самом деле дело в том, что белые фигуры оказываются не скоординированы, особенно учитывая то, что слон потратил два темпа, чтобы съесть пешку на Е5. И на Е5 слон будет попадать под темпы, под нападение. Кони в 6 было сыграно в той партии, Кони в 3 0-0. И вот здесь одна из ключевых позиций, как дальше развиваться белым. В партии последовало Е3. Также стоит отметить, что есть ход С4, но с перестановкой ходов могут возникнуть схожие позиции. Допустим, если С4 пойти, тогда черные могут сыграть ладья Е8. Логично развить ладью на полуоткрытую линию, напасть на слона Е5. Слон пока защищен, поэтому могут пойти Е3. И здесь основной ход черных это ход Д5. Но мы посмотрим чуть выше этот вариант. То есть, допустим, через такой порядок ходов он может возникнуть. Е3 было сыграно в партии, не помнящий против Блюбаума. Д5. И здесь, если пойти С4, ход с одной стороны, конечно, логичный. Тоже нужно атаковать как-то центр. Но с другой стороны, опять же, белый запаздывает развитие. Здесь можно сыграть ладья Е8. Теперь, если слон уйдет назад, мы видим, что слон уже сделал слишком много ходов в дебюте. Раз, два, три. Перехода слоном. Конечно, это не может быть очень хорошо. Слон Е5. Тогда можно сыграть. Развить пока слона белопольного. Слон Е2. Теперь мы дождались, когда слон сделает ход. И тогда можем побить на С4, тем самым выиграв темп. То есть, мы дожидаемся, как только слон сделал ход. И потом съедаем на С4, чтобы слон потратил еще один темп на взятие пешки С4. ДС, слон С4. С5. Можно пойти для того, чтобы контролировать центральное поле Д4. Рекировка. Конь С6. Ну и здесь вообще непонятно, за счет чего могут быть какие-либо преимущества у белых. Скорее, только черные могут побороться за перевес. Теперь есть где-то идея пойти слон Д3 при случае. Ну и вообще, мы можем по центру расставляться. Ферзь Д7, младья Д8. Поэтому, так или иначе, белым нужно ходить Д4. Тогда, допустим, можно побить. Конь Д4. Происходят массовые размены. Слон Д4, Ферзь Д7. Ну и здесь вот позиция все-таки чуть лучше у черных, потому что черные более активны. Слоны потенциал сильней. Здесь ладья на 1. Не так сразу еще в игру выходит. Нужно коня куда-то вывести. Ну, а наша ладья на Д8 очень быстро выйдет. Допустим, слон Д3. Можно пойти вот конь Е4. То есть, теперь проблема может возникнуть с развитием коня Б1. То есть, здесь небольшой перевес у черных. Вернемся назад. Также здесь возможно после С4 пойти слон Е2. Но тогда мы можем пойти слон Ж4, угрожая побить коня и провисает слон на Е5. Поэтому, так или иначе, слоном приходится уходить. Потому что Д4 вообще ход невозможен здесь укрепить слона на поле Е5. Слон должен уходить на Б2. Тогда, опять же, знакомый нам прием. ДС берем. Слон должен тратить еще один темп, чтобы взять на С4. Ну, сразу бить не очень хорошо. Поэтому лакировка сначала. Конь Д7. Конь С4. И Ферзь Е7. Здесь, опять же, небольшой перевес на стороне черных. У черных очень простой план. Ладью поставить на Д8. Пешку на С6. Коня можно на Б6 поставить. С поля Б6 можно пойти потом на на Д5. Если белые где-то пойдут Д4, можно пойти ладья Д8 и подрывать Д4 путем С5. И непонятно, за счет чего у белых тут вообще равенство. То есть нужно еще равенство это доказывать. И так просто. Вот. В партии же Ян Непомнящий пошел в этой позиции слон Е2. И последовало С5. Очень верное решение. Принципиальное. Потому что, опять же, повторюсь, если белый центр не занимает, нужно занимать их черными. С5 было сыграно. Здесь, опять же, может последовать здесь ход С4. Но на С4 можно пойти конь С6. Теперь на ход ЦД последует промежуточный ход конь Е5. Уничтожим слона чернопольного. И здесь, конечно, перевес очевидный у черных. Потому что у черных два слона. Активные фигуры. Конь по-прежнему не вышел в игру. По открытой линии Д, по которой можно оказывать давление. Здесь только черные могут играть на победу и бороться за серьезное преимущество. Не очень приятная позиция. Если же здесь пойти слон Б2, то при пешке Ц5 у нас уже появляется идея задвинуть центр путем Д4. Теперь Д3 не так просто поставить эту пешку. Потому что она связана. Черные сами угрожают пойти Д3. Ферзь Ц2, допустим, чтобы как-то проконтролировать Д3. Тогда Ферзь Д6 можно сыграть. Рекировка. И ладья Д8. То есть мы настаиваем на этой идее. Вынуждаем белых пойти Д3. Допустим, взяли-взяли и заблокировали Д3. Нашу пешку Д4. Но, в принципе, у нас появляется другой план. Можно теперь переводить коня на Ф4. Опять же, активность фигур черных тут не вызывает никакие сомнения. Они намного активнее, чем фигуры белых. Слон очень-очень плохая фигура. Наш слон имеет такую перспективу в дальнейшем при случае создать батарею Ферзь и Слон по диагонали Б8-H2. Это не очень хорошо тоже за белых. Ну, если нападут на слона, то мы, в принципе, просто уйдем. Непонятно в чем выгода хода А3. То есть у нас на этом поле слон может быть даже и лучше. Потому что при случае он на С7 перейдет быстрее. И опять же, мы в какой-то момент, когда этого слона отсюда собьем, у нас батарея образуется. Слон на С7, Ферзь на Д6 и в сторону поля H2 мы нацелимся. В партии последовало 0-0. Сыграл я конь С6. Опять же, слон под боем. Попадает под темпы. То, о чем я говорил в самом начале. И теперь вот тоже есть разные продолжения. Допустим, если здесь пойти Д4, казалось бы, укрепляют слона здесь. Но, как бы, фигура это не самая хорошая. Конь Е4 теперь можно сыграть. Опять же, существует проблема с развитием коня. Потому что, если конь на Д2 выйдет, у коня Е4 появится поле С3. На ход А3 мы можем отойти на А5. На ДС можем, опять же, в промежутке взять сначала на Е5. Конь Е5, конь Е5 и конь Е5. Тем самым мы опять получаем преимущество двух слонов. Да, пешка изолирована, но она обеспечивает нам пространство в центре. И у нас появляется, опять же, план атаки на пункт H2. То есть, мы можем своих слонов максимально активизировать. И у белых не очень приятная позиция. Если же здесь пойти слон Б2, то, опять же, мы можем сыграть ладья Е8. Теперь на ход Д3 может последовать ферзь Е7. Простой развитие. Но, я думаю, что преимущества черных видны невооруженным глазом. Белые в какой-то пассив расставились. У черных достаточно хороший центр. Конь Д2. И Д4 есть такой ход. То есть, можем вынудить продвижение Е4. Потому что бить нельзя из-за того, что тут связка по линии Е. А после этого пойдем в слон Е6. И у нас появляется план надвигать С4. То есть, можно пойти Б5. Потом коня перевести на Д7, на Б6. Ладью поставить на Д8. И после того, как пешка будет на Б5, конь будет на Б6. И можно готовить С4. То есть, у нас здесь такая достаточно активная игра может быть на ферзьевом фланге. Помимо хода Д3, здесь есть ход Д4. Но на Д4 обычно может последовать С4. То есть, здесь мы закрываем позицию. У нас пешечное большинство на ферзьевом фланге. И очень хорошая игра может быть. Мы можем пешки просто надвигать. Опять же, пространство мы захватили. Слона можно на Д6 вернуть. Всегда есть идея, связанная с нападением на H2. Пункт. Позиция у черных приятная. В партии Ян сыграл слон Ж3. И здесь, конечно же, Матиус получил очень большой перевес. Но в дальнейшем он там ошибался и эту партию даже проиграл. Ну, следует учитывать, что партия была сыграна в Близ все-таки. Давайте посмотрим, как было сыграно конь Е4. Теперь напали на слона. Хотим просто слона съесть. Пешки сдвоить. Слон ИВ4 пошел. Здесь Ян. И было сыграно ферзьев 6. Сильный ход. Но еще сильнее было решение у черных. Очень интересно. Пойти Ж5. Ж5, Слон Ж3. И Ф5. То есть при закрытом центре. Ну, здесь он еще не до конца закрыт. Но напряжения в центре нет никакого. Поэтому мы можем даже надвигать пешки от короля вот таким образом. А теперь на ход Д3 последует конь Ж3. А Ж. Слон Е6. И здесь очень сильная атака. Конь Д2. Ж4. Конь А4. Слон С3. Мы видим, что все заблокировано у белых по всем полям. И здесь еще слон Ф6 переходит в сильнейшие инициативы и атака. Вот. Позиция неприятная. Ну, в партии последовало ферзь Ф6. Тоже получили перевес. Черные они ту же идею привели. Только после ходов С3. Слон А5. Конь А3. Ж5. Слон Ж3. Х5. Конь Б5. Х4. Большой-большой перевес тут был у черных вот в этой позиции. Ну, потом они его растеряли в дальнейшем. Но давайте просто ее, эту позицию оценим. Тут единственный ход С7. Вот. Это все форсированная цепочка ходов. АБ. Слон Б6. И Д3 последовало. Да, СД3. Ну, и вот здесь позиция крайне, крайне плохая у белых. Черные доминируют по всей доске. И как вот в партии они пошли, они в принципе хорошую позицию получили после хода ладьи А5. Также они здесь G4 могли пойти. Выбить коня с Ф3. И потом съесть на А5. И на ДЕ пойти ДЕ. То есть, теперь проблема в том, что слон Ж4, на слон Ж4 последуют или ладья Д8, или конь С4. То есть, такая вот может игра последовать. Но это достаточно сложно тут черным было все прочитать. То есть, тут же ферз вроде как выскакивает на Ж4. Ну, на самом деле, доминация, несмотря ни на что, даже можно предложить пойти в Эншпиль после хода ферзи 7. Потому что фигуры белых в полном пассиве здесь. Ладья по линии А играет. Ну, вот эта позиция, она выигранная. На ФЕ4 последует вилка на Д2. Вот, если съедят пешку на А4, тоже последует конь Д2. И ладья здесь ловится. То есть, черные очень хорошо вышли из дебюта и показали, как черным нужно играть против дебюта Сокольского. Еще раз повторюсь. То есть, после хода Б4 мы ходим Е5. И идем вот на размен этой пешки. Пешки Б4. Пешку Б4 меняем. То есть, меняем на свою пешку Е5. Но, точнее, пешку Е5 меняем на пешку Б4. Но мы получаем очень активную игру фигурную и доминацию в центре. Здесь мы просто максимально все по центру расставляем. Д5, потом С5, конь С6, ладья Е8 и так далее. То есть, вот этот вариант и эта партия показала, как реагировать на ход Б4. Немного я поанализировала. И представила вашему вниманию этот вариант. Так что, я думаю, что черными можете применять. Ну, а если белыми играете, не знаю, насколько вам будет приятно, если с вами собирают так черные. Все-таки дебют Сокольского, он рассчитан на всякие ловушки. Но если черные знают, как реагировать точно, у белых не очень приятная позиция, на мой взгляд. Вот. Так что, надеюсь, вам было полезно это видео. Играйте в шахматы. И всего вам доброго. Обязательно ставьте лайки, не забудьте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok